Привет, ребята! Опята! И как вы заметили, я нахожусь сейчас не дома, а это значит, что правильно, я буду снова докапываться до людей, только в этот раз в канун 8 марта. И буду я делать это не одна, а с моим соведущим Ильнуром Ветром. Поехали! Скажите, пожалуйста, какой подарок вам дарили самый запоминающийся на 8 марта? А скоро 8 марта? Да. Вопрос, конечно, интересный. Шенгенская виза. Прям так в лоб, знаете, шенгенская виза. А куда? Шенген, в Европу. А Татарстан вам уже маленький, да? Какую вы знаете песню, которая у вас ассоциируется с 8 марта? Один раз в год. А на Герман, который, да, поэт? А я не знаю, кто этот автор. Давайте споем. Нет, я не буду. Нет, давайте споем, давай. Один раз в год. На Международный женский день, 8 марта. Вот какого певца вы предпочитаете слушать в этот день? Серова. Я люблю тебя до слез. Елена Ваенга. А, аэропорт, ты знаете, да, песню? Хорошо. А еще песня из «Тайга». Ну, вы не фанатка. Я очень люблю Маликова. Маликова? Да. Хорошо. А знаете такого Серов? Знаю. Знаете? Но я его не люблю. Большой процент, кстати, педагогов женщин выбрали именно Серова. А вот вы первые, кто сказали Маликова. А я люблю Дмитрия Маликова. За его волосы, наверное, да? Музыку приятную для души, потому что у всех свои музыкальные предпочтения, и говорить конкретно автора, исполнителя или направление музыки, я не имею здесь права. Самое главное, чтобы эта музыка приносила удовольствие. А Роза Григорьевна, кстати, выбрала Егора Крида, вы знаете? Да? Егора Крида? Егора Крида. Знаете Егора Крида? Нет. Ведь, так как вы мужчина, очень трудно что-то и угодить при этом, и по бюджету, чтобы у нас не ударил подарок на 8 марта. Так вот, что же вы подарите в этом году своей маме и бабушке? Я думаю, подарить, наверное, знаете, набор для массажа такой, знаете, этот вибромассажер такой специальный для спины такой, чтобы и бабушке, и маме. Двух зайцев сразу убьете, да? Да. Один у двоих, нет, нет, они в разных местах живут, бабушка с мамой, и как бы разные наборы. Вот что-то такое, я думаю, себя. Вы каждый год дарите одно и то же? Почти. А на тот год что вы дарили? Почти себя. Половинку себя? Вы собираете пазлы? Какой бы вы хотели получить подарок на 8 марта? Если честно, я много чего хочу. Хочу машину, квартиру, дачу, отпуск на Канарах. Много чего хочу, ну а так, в принципе, букетик цветов будет прекрасно. Шоколадка по скидке. Если это только шоколадка. Так как вы учитель английского лэнгвича, какую песню на английском языке вы бы спели на 8 марта? Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Такую песню, потому что pretty woman переводится «прекрасная женщина». Продолжьте логическую цепочку. 8 марта, цветы, весна. Счастье, дух, пердук, финдук. Фидук? Ирина Митальевна, знаете артиста «Фейс»? Ну, будем говорить, что это не мой профиль. Как не знаете, роняю запад? Там бургер, еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге, она жрет... Вы не знаете? Нет. А, да? Это не мой профиль. Вот скажите мне, пожалуйста, вот столько книг здесь представлено в библиотеке, да, я смотрю. Вы все читали? Нет, разумеется. Какого певца обязательно нужно послушать на 8 марта? Билана. Я верю. Все невозможно и возможно. Любиться так неосторожно. А если пойти по классике? Бетховена. 8 марта. Ну, что-то такое, наверное. А можешь и спеть. А чё, ну... Я думаю, это великий человек. Он композитор. Очень умён. Я думаю, это Леонтьев. И его дельтаплан. Нет, вот этим хвостом. Он халутся своим хвостом. Он какой там? Казанова. Казанова, да. Он там хвосты, короче, взял прикольно всех остальных и начал крутить тебе хвосты. Какой самый запоминающийся подарок тебе дарили на 8 марта? Пятилитровую бутылку воды. Серьёзно? Какой самый запоминающийся подарок вам подарили на 8 марта? Я никогда не забуду этот подарок, так как у меня 8 марта ещё и день рождения, поэтому 8 марта для меня прежде всего это день моего рождения, а уже потом это международный женский день. Мне подарили поездку на море. Продолжите логическую цепочку. 8 марта. Цветы. Конфеты. Рафаэлки. Хорошее настроение. Солнце. Огородная работа начинается. Комплименты. Колечки. Цепочки. Шубы. Мне продолжать? Ну, сок. Какой самый запоминающий подарок дарили на 8 марта? Наверное, это был магнит с надписью «Туалетная бумага из набережных челнов». В такой великолепный весенний праздник, 8 марта, что бы ты хотела пожелать нашим любимым преподавателям? Конечно же, я хотела бы им пожелать терпения, успехов и великодушия. Великой души, да? Да. Счастья, здоровья. 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 И счастья. Счастья. Вот и все на сегодня. Спасибо за ваши просмотры. Так, погоди, погоди, погоди. Мой канал. Подписывайтесь на канал, на его инстаграм. Ссылка будет здесь. Или в описании. Ну, а с вами была Дарья. И Нурветер. Скоро увидимся. Пока. Все, вали.